Ну что ж, мы продолжаем наш разговор о российском чемпионате, где в ближайшее время может появиться звездный иностранный специалист. Речь о Ральфе Рангнике, бывшем наставнике целого ряда немецких клубов, а также человеке, который стоял за, можно сказать, основанием современной империи Red Bull, который насчитывает несколько коллективов, который добивается все новых и новых успехов и который потихонечку захватывает мир. Даже были слухи недавно про то, что уфимская команда, одноименная, может стать частью вот этой системы Red Bull. Будет вот такая Red Bull Уфа. Ну и разумеется, на фоне таких успехов, казалось бы, Ральф Рангник должен куда-нибудь отправиться в Италию, Испанию, Германию в какую-нибудь другую команду или возглавить какой-нибудь серьезный проект, например, в МЛС в Соединенных Штатах Америки. И, кстати, недавно были слухи про то, что Рангник мог стать директором Милана, но не срослось. И вот после всего этого наступило определенное информационное затишье, были даже слухи про то, что Рангник может возглавить Спартак в качестве тренера. И тут вот этот человек, вот этот выдающийся специалист появляется на матче Спартака и Локомотива. Многие сперва подумали, что это Краснобелый привезли его на встречу, чтобы он посмотрел на свою будущую команду. Что, дескать, подтверждение слухов о том, что он может стать наставником Краснобелых. Но, как позже оказалось, привезли его на матч представители Локомотива. И появились слухи о том, что Рангник может стать, ну так скажем, директором команды по спортивным вопросам. Вообще там в Локомотиве сложная система с разными должностями, но так или иначе, появились слухи о том, что Рангник может, так скажем, стать куратором московского проекта у железнодорожников. Потом появились другие сообщения, что он может стать просто консультантом. Потом появились сообщения о том, что он может быть своего рода сменщиком для Николича. Даже такие возникли. Предположение, что он восстановит свою тренерскую карьеру и заменит Марку Николича, у которого до сих пор не продлен контракт. В общем, тысяча и одна гипотеза. Ну и пока журналисты здесь разбираются во всех этих теориях, мне хотелось бы отметить положительные и негативные моменты, которые могут быть связаны с этим назначением. Если Рангник станет, так скажем, куратором Локомотива и будет управлять процессами в этом коллективе. Давайте взвесим все за и против. Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания Балтбет, продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, то получите бонус. Три бесплатные ставки. Главное, не забывайте вводить промокод, который также указан в описании к этому ролику. Ну а теперь давайте перейдем к плюсам Рангника. Во-первых, это действительно выдающаяся личность. Это Глыба, это настоящий атлант, расправивший плечи. Это человек, который проявил себя и как наставник. Шальке, Штутгарт, Хофенхайм, тот же самый Лейпциг. Он выиграл Кубок Германии, Суперкубок, выходил в одну-вторую Лиги Чемпионов. Он, кстати говоря, когда-то вывел Лейпциг в высшую лигу, так на секундочку. Поэтому здесь, несомненно, у него есть большие плюсы и большие заслуги. Также хотелось бы отметить, что он отметился как выдающийся менеджер. И в этом смысле он интересует сейчас топовые клубы по всему миру. Были слухи про Милан, были менее амбициозные сообщения. Ну, например, про то, что Рангника могут пригласить в Шальке 0-4, чтобы он здесь разобрался с теми авгиевыми конюшнями, которые возникли в клубе, потому что там полный бардак. Ну и вот, пожалуйста, появляется сообщение о том, что Рангник может возглавить фактически локомотив. Интересная ситуация. При этом хотелось бы отметить, что как менеджер он действительно выдающаяся личность. Он в Рэдбуле не только был тренером периодически, он был, можно сказать, таким, знаете, серым кардиналом. Он исполнял огромный функционал в этом проекте. Причем не только в отдельной взятой команде. Судя по тем сообщениям, которые есть в прессе, он был фактическим спортивным директором и в Рэдболл Зальцбург, и в РБ Липцик, в австрийской и немецкой команде. Обратите внимание, за последние годы эти клубы превратились в настоящие европейские топ-проекты. Поэтому в последнее время он еще и подрабатывал в бразильской и американской команде, где занимался селекцией и международными связями. То есть брал на себя буквально все возможные должности. И опять же нужно отметить, что та же самая бразильская команда за последнее время очень здорово прибавила. Рэдбул, Баригантину или как-то так называется, но не суть важна. Куда важнее, что этот человек действительно невероятно трудолюбив и профессионален. Вот важнейший его пункт. Этот человек совмещает сразу несколько постов, сразу несколько должностей. Везде он успешен, везде он приносит эффект. И у меня такое ощущение, если бы его назначили еще и директором команды Формулы-1, Рэдбул, то он бы и там, наверное, добился прогресса от всех и вся. Даже Даниил Квят, наверное, перестал бы врезаться во все ограждения, если бы в Рэдбуле в тот момент оказался вот этот специалист Ральф Рангник. При этом в данном нюансе есть определенные минусы, определенные сомнения, потому что появились слухи про то, что Рангник будет просто консультантом. И учитывая то, какой он трудолюбивый, как он любит взвалить на себя несколько должностей, возможно, локомотив будет какой-нибудь пятой или шестой по значимости работой для этого человека. И в результате он будет заниматься российской командой по остаточному принципу. Посмотрим. Четвертый важный момент – это то, что у Ральфа потрясающий нюх на тренеров. Если вспоминать его работу в немецком и австрийском коллективе, он вместе со своим, скажем так, штабом, со своими помощниками, он почти всегда угадывал с наставниками. Это важный нюанс, учитывая то, что у Николича до сих пор нету нового контракта. И тут уже появились слухи, что Чревченко может его заменить, я имею в виду Николича. В этих условиях рангник может себя проявить. И как тренер, кстати говоря, в случае чего способен заменить Николича. И как спортивный руководитель, который может найти замену для Марку. Ну и, разумеется, рангник – это человек с колоссальными связями, который может привести не только тренеров, но и отличных футболистов за относительно небольшие деньги, а то и вовсе приведет каких-нибудь бесплатных ребят из Африки или откуда-нибудь еще, которые в будущем раскроются. В Рэдбуле у него не раз такое получалось – находить настоящие таланты и бриллианты за рубежом. Но здесь же возникает и первое сомнение, возможно, ключевое. А что делать рангнику в нашем чемпионате, где действует лимит 8 легионеров на команду? Ну, что он может реально здесь сделать, в этих условиях? Потому что в Локомотиве и так большинство иностранных мест занято. Кого здесь можно подписать? Куда подписать? В дубль переводить молодых ребят из Африки или откуда-нибудь еще? В Казанку переводить? Там тоже лимит. В общем, непонятно. Вот этот человек, который в последнее время занимался, в том числе, и скаутингом международным для бразильской и американской команды Рэдбула, насколько он адекватен для российской лиги, где, простите, лимит максимум 8 иностранцев. Чем он тут будет заниматься? Разбираться с российскими футболистами и с нашей спецификой? Ну, для этого нужно слишком глубоко погружаться в российские реалии. И иностранец с этим может просто не справиться. Второй момент – это давление на Никольча. Как я сказал теоретически, рангник может махнуть на все свои менеджерские функции и самостоятельно перейти к ручному управлению командой. То есть станет, так скажем, исполняющим обязанности главного тренера. Потому что он подобным образом уже себя проявлял. Был директором, а потом на какой-то момент становился тренером. То есть здесь это в том числе может повлиять на Никольча, который теперь может получить вот такого, условно говоря, конкурента, который может прийти ему на замену. И как бы это ни пошатнуло, так скажем, холоднокровие и уверенность в своих силах у Марка Никольча, что приходит человек, который может просто сместить его с поста главного тренера. Тем более, что я напомню, у нас в России были истории, когда спортивные директора фактически дальше становились тренерами. Валерий Карпин, как классический пример. Ну и, конечно же, зарплата. По последним сведениям, рангник хочет получать 4 миллиона в год. Плюс он приведет своих специалистов, которые тоже будут работать не за хлеб с водой, а за вполне себе реальные деньги. И в этих условиях подобные траты могут оказаться чрезмерными, тем более в нынешних условиях кризиса. Насколько Локомотив готов оплачивать такого звездного и такого дорогого менеджера, это большой вопрос. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.